Серж Тундра Наверное, и не сыскать Но, Серж Тундра, я не против Пластова Более того, даже за Но вот вы приводите в пример сенокос Давайте быть честными Давайте на нее посмотрим И вот представьте себе Значит, вот дедушка косит Дядя с бородой косит Дама, ну, женщина косит Я не знаю, косили ли вы, я косил Вы представляете, на каком расстоянии Друг от друга находятся вот эти косцы Чтобы друг друга не зарезать Ноги не подрезать В общем, все они Кроме мальчика обнаженного Порежут друг другу ноги При первом же движении В этом смысле я с вами Композиционно не согласен Это меня совершенно не убеждает Первая мысль, когда я посмотрел на это Это просто травмоопасная ситуация Да косцы друг от друга стоят Я не знаю, в пяти метрах, как минимум Когда косит траву Ну, ладно Но по живописи, да Я не спорю Все нормально А вот по поводу Правдивее художника не сыскать Тут я поспорил бы Ну, хорошо Что, друзья, скажете Я, конечно, придирчив Но в основном я к себе придирчив Ну, раз вы так сказали Я просто увидел, что это не очень с этим согласен С этой вот правдивостью такой На Синакосе Друзья, ну, я радуюсь за тех, кто активно работает в новом проекте Морской пейзаж Это курс из пяти уроков И некоторые из вас уже приступили к третьему уроку Присылают работы эскиз в цвете Напомню тем, кто не в теме Первый урок – это рисунок Я проверяю ваши задания Потом вы делаете грязаль Черно-белый вариант В то не разбирайтесь Я проверяю задание, выставляю оценки Даю допуск на третий урок Это эскиз в цвете небольшого формата Многие присылают несколько вариантов Это очень классно Сегодня одна девушка прислала четыре варианта И все они интересные, творческие Я сказал, что она сама должна выбрать И делать большую работу Ну, основную работу Она может быть и небольшой Но выбор за ней Главное, что вы показываете творческие решения Их несколько И каждая интересна Основная работа Потом четвертый урок И потом несколько вариантов Может быть, три Я предлагал дизайнерских решений Решений на впечатление Прямо сильно творческие Когда вы не срисовываете Прямо буквально пейзаж А вы трансформируете его И показываете свою интерпретацию Свой мир открываете Отношение к тому, что вы видите Это развязывает руки И делает вас более свободными Так что такой проект Вы можете еще присоединиться Скидка до 31 мая Ну и я хочу вас подбодрить Чтобы вы делали свою работу более активно Потому что я уже практически Сильно закончил урок Это курс по рисунку По рисунку головы Портрета Это ждут многие И там серьезная работа Я его делал очень долго Там 8 уроков И мы будем рисовать отдельно нос В разных ракурсах В ракурсах уха Глаза Губы Ну и естественно Портрет в разных ракурсах Так что будет очень важный И интересный урок Я хочу настроить вас На серьезную работу И жду от вас результатов Динамичных результатов Включайтесь Каждый день По возможности Ни дня без строчки Ни дня без краски Без кисточки Пользуетесь ли вы кисти-мойкой На пленере Я так понимаю Принцип этой кисти-мойки В том, что в нее Наливается большая часть растворителя И какая-то часть воды А как же вода с растворителем Она никак не взаимодействует Я так не пробовал Она же Жир Ну Растворитель будет легче воды За счет того Что вода тяжелая Опускается на дно Собирая при этом Весь шлак Может быть, кстати Даже не знаю При этом растворитель Всегда остается в нем Внечистым Какая идея Интересно Друзья Подскажите Кто-нибудь так пользовался Можно ли тем самым Сэкономить растворитель Который тратится у меня Ведрами Ведрами Надо канистру покупать 20-литровую И с ней И с ней Ну, которая Которая для бензина И с ней Прямо железно Приходить на пленэр Или коромыслом На одной канистре А на другой Ведро воды Прийти и писать Так, не знаю Ничего про воду Внизу Кистимок Я не пользуюсь Потому что Многие на пленэрах Сейчас ездили на класс В Армению Всем купили по баночке Растворителя У меня так она и осталась Я потом подарил Ну, чуть-чуть А зачем ее много-то пользоваться? Зачем? Я не понимаю А многие пьют просто Я не знаю Как вы Ведрами Какой в этом смысл? Ну, поболтал Смотри, окунул кисточку В этот растворитель Окунул Я же там даже ничего не делаю И раз Ну, ее вытащил И в салфетку Вытер Все И пиши дальше Ну, хорошо Еще раз окунул Опять об салфетку Какие проблемы? Не она не Вот тебе экономия Вам Извините Будет экономия Никаких проблем И кистимойка Она у меня, конечно, есть И крутая Но она Бессмысленна Она просто В ней никакого нет смысла Тем более, что я пописал Прихожу в отель Или домой Я кладу кисточки В ванночку такую Плоскую Вот под таким углом Ну, чтобы они там Так нельзя Понятно, что они все Все под В воду А в воду Либо какой-нибудь ваниш Он же и кастрюлю отмывает Либо порошок стиральный Поболтал его Все Положил На следующий день Вытащил Кисточку опять протер Салфеткой Она в бое Готова Таня Маня Слава Я не всегда довольна тем Как смотрятся картины Если нет достаточно яркого И специального освещения Как снивелировать Эту проблему Вы учитываете, что картина на стене Не всегда выигрывает Восприятие Писать ярче? Нет В полную силу цвета? Нет Что думаете об этом? Ну вот смотрите Я был на выставке Поленова Например Или там Репина Они тускло Освещают картины Все ходят Так в полумраке Как будто бы В кинотеатре Знаете, когда свет выключен Ходят О, картина Прилипают к ней И она тускло Освещена Я интересовался Почему так? У меня, значит, консьержка Которая там Даже не помню Или кто-то менеджер Ответил, что считается Что картина от этого Им плохо От того, что яркий свет На них светит Может быть Так что Более того Они вообще освещают Их желтым светом Холодных красок Там вообще не видно Ну так Устроено все Да ничего не надо Нивелировать Пишите так Чтобы вот При обычном освещении Таком дневном Все было в порядке А дальше К вам уже не относятся Где она там будет повешена Может в чулане В каком-то темном Специально С учетом С поправкой на ветер Не надо плыть На этой лодке На этом катере Скоростном Вот главное Чтобы если вы на пленере Пишите То чтобы был зонтик Либо вы стояли в тени И палитра была в тени И этот самый Холост в тени Потому что Если на солнце Вот тогда конечно Вам кажется Что ярко Все Придете домой Там все темно Ну вот такие пожелания Аминь Предлагаю после этого ролика Посмотреть 632 Скучно пись Думаю что будет интересно Потому что там Там показывается Как я пишу Одну работу И про лайки Не забудьте Комментарии И подписывайтесь Уже на канал Чего так-то ходить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому